Привет, народ! Меня по-прежнему зовут BlacksInfinity, и вы по-прежнему на моём канале. Буквально на днях я посмотрел новую картину от нашего соотечественника Ильи Найшулера. Да, молодец, тот самый Илья Найшулер, который снимал клипы Weekend'у о группе Ленинград, и который был ответственен за тот фильм 2016 года Hardcore. Хороший человек, уважаемый мной. Смотрю его стримы по Warzone, если ты сейчас смотришь этот ролик, то привет. И вот, кстати, моя фотка с ним. Это я не хвастаюсь, просто хвастаюсь. Но не сегодня не об этом, немножечко не об этом. Сегодня мы поговорим про его новый фильм Никто, Nobody, Nobody, с актёром, который играл Соло Гудмана в таких сериалах, как «Ва все тяжкие», и лучше звоните Солу, Бобом Оденкерком. Так вот, что из этого вышло? Получилось ли добротное кино хорошее? Или вышло что-то совсем неудобоваримое? Давайте разберёмся. Погнали. Когда-то, в далёком 2016 году... Далёком! Когда мне было всего 16 лет, и я только начинал разбираться в мире кинематографа, ну вот это вы всё, вы поняли, да? Я посмотрел первый полнометражный проект нашего соотечественника, Hardcore, который был попыткой реализовать экшн-фильм сугубо от первого лица. И тогда у Ильи получилось крайне удивительное и уникальное кино, которое хоть и имеет свои минусы, но всё равно является скорее хорошим представителем своего жанра, и некоторые отдельные сцены оттуда до сих пор держатся в моей так забитой всяким хламом в голове. Как вы поняли, фильм тогда мне безумно понравился, что я на него ходил аж два раза. Со временем пыль осела, а я стал более критичен, и моя оценка этой ленте понизилась. Но я не перестал её любить. После успеха Хардкора Найшулер и безумная экшн-съёмка от первого лица стали синонимами, поэтому многие его работы так или иначе похожи на Хардкор, но не его новый фильм. Ведь Никто кино уже более привычное нам, работающее по давно проверенной повествовательной схеме. Но от этого оно не становится плохим или хуже его кинодебюта. Я как раз могу сказать, Илья здесь раскрывается на полную катушку. Никто — это в первую очередь фильм, который схож концепции с Джоном Уиком, но при всём при этом фильм максимально не пытается быть похожим на него. И это можно объяснить тем, что, как рассказал сам режиссёр на небольшой пресс-конференции после фильма, он и сценарист Дерек Колстед, который как раз и был сценаристом Джона Уика, пересматривали всю трилогию и говорили себе, как нам сделать вот не так, вот не так, как там было, чтобы не быть обычной калькой. Персонаж Боба Оденкерка Хач начинает свой путь не из-за прошедшей в его жизни трагедии, так скажем, а как раз наоборот. События завязываются из-за того, что Хач перестаёт жить по-настоящему, перестаёт быть собой и чувствовать какие-то эмоции. И чтобы вот их вернуть, собственно говоря, он начинает своё яркое приключение. Возможно, чтобы отразить внутреннюю эмоциональную пустоту героя, первый акт фильма является довольно крайне разочаровывающим и унылым зрелищем. Где ты так и хочешь сказать, зачем нужна эта сцена, зачем мне показывают это и так далее. Начало реально наглухо растянуто. Конечно же, когда дело доходит до завязки и первой экшн-сцены, то фильм ужевает и начинает пестрить красками, как это и делает персонаж Оденкерка. Видимо, Илья пытался достичь визуального атмосферного контакта фильма с его персонажем, чтобы показать серость и монотонность жизни в начале, а после завязки, когда в картине начинаются невероятные экшеновые гонки, то Ихач оживает как человек, возвращаясь к полноценной жизни. И вот то, что начинает происходить от второго акта и вплоть до финала, заставляет тебя вжаться в кресло и смотреть весь этот адреналиновый и комедийный раш с чувством полной вовлечённости. Здесь Найшуллер делает то, что у него получается лучше всего. Абсолютно разнообразные и детально проработанные экшн-сцены от довольно реалистичной и жестокой драки в автобусе до безумного мочилова с главным злодеем на складе в конце. Самое интересное, что фильм постепенно переходит от одной тональности к другой, поэтому всё то безумие, что будет происходить под конец, будет органично вписываться, а не становиться крикатурным убожеством. Только в этом фильме вы увидите чернокожего русского Александра Пали, рожу которому начистит сам Сол Гудман и невероятно харизматичного русского злодея, который не становится тупым карикатурным дебилом, а создаёт отдельную изюминку в плюсах ленты. Но, конечно же, весь шарм персонажа приносит актёр, который сыграл здесь антагониста. И так как я вообще не следил за этой картиной, то увидеть Алексея Серебрякова тут было для меня тем самым неожиданным камео, которого я не дождался в Ванда Вижн. Хотя в ленте будет ещё одно камео, от которого, я думаю, вы невольно засмеётесь, и это тоже очень круто. Персонаж Серебрякова здесь выступает таким собирательным образом всех злодеев русской мафии, но в то же время, скорее, является их деконструкцией, ведь за разработку отвечал русский человек. Значит, и русских он должен показать достойно. И с этим Илья не подводит, и какую-либо клюкву вы здесь не увидите. Я русский Самое интересное, что здесь, казалось бы, в обычном экшн-боевике, они всё-таки умудряются вставить главенствующую и довольно актуальную мораль истории и связать её с конфликтом протагониста и антагониста, что делает концовку намного интереснее, чем она могла бы быть при отсутствии углублённого подхода. Вообще, мне нравится метаморфоза Хатча на протяжении фильма. Чувствуется, что он обычный человек, которого возможно достать. Примерно за это я и полюбил первого Джона Уика. Здесь Оденкерк не будет бегать трусцой после напряжённой битвы или моментально вставать после того, как перевернулся на машине. Здесь он будет тяжело дышать, неуклюже отражать удары и еле-еле вставать после каждой травмы. И, конечно же, круто, как обставляют его моральное скитание, как он пытается соединить два своих мира в один и оставаться крутым киллером и быть примерным семьянином. Жаль, что некоторые отдельные диалоговые сцены не работают так, как хотелось бы того от фильма. Видимо, сказывается скудный опыт самого Найшулера в такого рода проектах. Вишенкой на торте становится то, что фильм скорее преподносит себя больше в комедийном ключе, но при этом не уходя в пародию. Здесь очень много поистине смешных и забавных моментов, которые только работают на атмосферу всего фильма, а не разрушают её. И большинство из таких сцен связаны с персонажем Кристофера Ллойда. Тому, что он здесь вытворяет, позавидовал бы сам Ток Браун. Ну а в итоге Никто получается очень крутой экшн-триллер, боевиковой, лентой в стиле тех самых фильмов из 80-х. Вот этих вот всех, ну вы поняли, фильмов про мужика, который может. Но при этом это всё осовременивается на новый лад, уходит в более такую большую комичность, но не скатывается в пародию. Это фильму очень помогает, потому что чувствуется более свежий и уникальный взгляд, а не обычная копирка или просто игра на ностальгии. Никто это довольно удивительный фильм, который отличается невероятной крутой проработкой экшена, очень, ну, большинством прям смешных моментов. Классным антагонистом, не сказал бы, что вот прям гениальным, просто классный, классной проработкой протагониста. В принципе, ну, в меру интересным сюжетом, но всё-таки вот с очень, вот с очень скудным, никаким первым актом и с отдельно неработающими диалоговыми сценами. Итоговая оценка 8 из 10. Это хороший фильм, я не ожидал, действительно, я думал, будет какой-то унылый средняк, но меня приятно удивили, и я был очень рад, что это сделал русский человек и, главное, русский человек в Голливуде. Опа! Красиво. Все идём на фильм «Никто», очень классно, но если не хотите сходить, то обязательно потом как-нибудь посмотрите. С вами был я, BlacksInfinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что вы думаете об этом обзоре, что вы думаете об этом фильме, если вы его посмотрели. Колокольчик нажимайте обязательно. И подписывайтесь на мой Instagram, ВКонтакте и Twitch. Twitch в первую очередь. Всё, ребята. Пока.